Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте. Боль в животе, наверное, одна из самых частых жалоб, с которой обращаются к гастроэнтерологу и к детскому, и к взрослому пациенту. И мы привыкли действовать по устоявшемуся алгоритму. Нас всегда учат, что сначала мы должны обязательно исключить органические заболевания, и мы всегда ищем у пациента язву, гастрит, раки. У детей, наверное, это какие-то кишечные инфекции, возможно, целиакия и так далее. И когда мы не находим органических причин для боли, мы останавливаемся на том, что это, скорее всего, какое-то функциональное заболевание, и такого пациента стараемся успокоить, и ведем его так, как больного с функциональным заболеванием. Но почему мы сегодня решили сделать вот такая, казалось бы, банальная тема, отдельную передачу на тему боли в животе? Потому что, оказывается, есть целая группа иммунологических заболеваний, которые характеризуются и проявляются, иногда в первую очередь проявляются болями в животе, иногда жесточайшими болями, и такие пациенты годами мучаются от боли, иногда буквально умирают от боли, их направляют к хирургам, проводят многократные хирургические вмешательства, не находят никаких очевидных причин, и эти пациенты, они встречаются не только в детском возрасте, но и переходят и во взрослый возраст, как я поняла. Поэтому сегодня у нас передача будет разделена на две части и посвящена двум ключевым причинам. Это редкие причины боли в животе, и поэтому у меня сегодня в гостях врач, иммунолог, аллерголог клиники Фомина Дети, Манто Ирина Александровна. Здравствуйте. И более частые, банальные причины боли в животе, которые, однако, тоже всегда пугают и родителей, может быть, и врачей даже, когда перед вами ребенок, у которого болит живот, и надо четко и быстро разобраться, что с ним делать. Поэтому педиатры в клинике Фомина Дети, Орлова Елена Сергеевна. Здравствуйте. Большое спасибо, что пришли. И, уважаемые зрители, я, как всегда, призываю вас задавать вопросы. Тема очень интересная, очень редкая и вообще совершенно неизведанная для меня, по крайней мере, заболевания мы сегодня будем обсуждать. Поэтому присылайте свои вопросы, мы постараемся на них ответить. Теперь давайте начнем сразу с редких. Сначала с редких заболеваний. Причем тут вообще боль в животе и аллерголог-иммунолог. Спасибо. Прежде всего, спасибо, Валерия Олеговна, что пригласили. Я, правда, от всей души очень рада возможности поделиться с гастроэнтерологами информацией о наших иммунологических заболеваниях, которые могут проявляться болями в животе. На самом деле, я думаю, что у многих слушателей возник этот вопрос. Причем здесь вообще иммунолог. Почему позвали иммунолога? Может быть, даже на первый взгляд кажется логичным, чтобы аллерголог рассказал про какие-то гастро-проявления аллергологических заболеваний. Всего аллергии, там целлергии, допустим. Да, это, безусловно, так. Но сегодня, может быть, будет для кого-то неожиданный поворот. И, если честно, я этому рада. Мы расскажем про первичные иммунодефициты. И я очень рада, действительно, этой возможности. А почему вы рады? В чем загвоздка? Расскажите, потому что вы мне рассказывали, когда я вас слушала, я удивлялась, что на самом деле это такая большая проблема, и что люди так страдают. И в чем суть вопроса? Дело в том, что это редкая группа заболеваний. А как это всегда бывает с редкими заболеваниями, осведомленность о них крайне низкая. А между тем, в общем, качество жизни пациента, его здоровье и жизнь зачастую зависят именно от своевременно поставленного диагноза. У нас есть целая группа заболеваний, которые по современной классификации называются врожденные дефекты иммунной системы. И, может быть, кто-то слышал более так уходящее в старину название первичные иммунодефициты. То есть первичные иммунодефициты и врожденные дефекты иммунной системы – это одно и то же? Ну, практически, да. Сейчас постараюсь объяснить. Я думаю, что все знают, что у нас есть иммунная система. Вообще ее основная цель и задача – защищать нас от различных возбудителей. Но, разумеется, может быть такое, что может быть какая-то ошибка одного или нескольких звеньев иммунной системы. Так, собственно, и развиваются врожденные дефекты иммунной системы или первичные иммунодефициты. Слово «первичные» означает, что врожденные, что нет никакой внешней причины, что человек уже родился с этой ошибкой в иммунной системе. И что очень важно понимать, это то, что это не одно какое-то конкретное заболевание, а что это огромная масштабная группа заболеваний, которая сейчас насчитывает уже почти 500 вариантов. То есть мы думаем о том, раньше думали мы о том, что это очень редкая группа заболеваний. А сейчас становится понятно, что если взять, просуммировать вот все эти разные варианты врожденных дефектов иммунной системы, то это, в общем, уже не такое уж и редкое заболевание, которое действительно может встречаться достаточно часто. И по факту абсолютно к каждому доктору любой специальности могут прийти эти пациенты. И зачастую при многих формах есть такое, что именно гастросимптомы неожиданно выходят на первый план. А какая частота распространенность в среднем, если взять вот этих травичных иммунодефицитов? Ну, на сегодняшний день так до сих пор мы и не знаем, но можем предполагать, что распространенность от одного человека где-то на 2 тысячи человек населения до 10 тысяч. Ну, то есть это уже даже, как бы не скажешь, не назовешь... Это уже не так редко. Это уже не так редко, да. То есть формально действительно каждый доктор, скорее всего, за свою профессиональную карьеру встречался с такими пациентами. А если нет, то, скорее всего, просто, к сожалению, они не были выявлены, эти пациенты. И что, и первичные иммунодефициты, каким образом они могут проявляться со стороны желудочно-кишечного тракта? Какие симптомы, какие проявления, и почему эти пациенты могут попасть к гастроэнтерологу? Это для всех иммунодефицитов одинаковые симптомы? Нет. Здесь могут быть разные абсолютно ситуации. И нужно еще немножечко ввести такое понятие, да, что врожденные ошибки иммунной системы могут проявляться как, собственно, классические первичные иммунодефициты. Ну, то есть, вот если я вам скажу, что такое иммунодефицит, какие у вас ассоциации? Частые простые бактериальные инфекции. Да, совершенно. То есть, это то, чего мы ждем от иммунодефицита. Но теперь мы уже знаем, что это не всегда так. И в генетике есть такое понятие потери функции, да, какого-то, это лов, и приобретение функции. Это gain, gain of function и lost of function. И зачастую иногда бывает, что иммунная система не просто не теряет никакой функции при врожденном дефекте иммунной системы, а наоборот, отрабатывает слишком активно. И проявляется еще и аутоиммунными, и аутовоспалительными проявлениями. И, собственно, как правило, вот гастроэнтрологические проявления – это именно результат вот этого приобретения какой-то дополнительной… Чрезмерной активности. Чрезмерной активности иммунной системы. При классических иммунно-дефицитных состояниях наиболее характерны различного рода поражения тонкого и толстого кишечника, которые могут проявляться довольно ожидаемыми симптомами – это диарея, энтропатия. И, пожалуйста, обратите внимание на слайд. Это такой классический слайд настораживающих признаков первичных иммунодефицитов. И я хотела обратить ваше внимание на то, что целых два настораживающих признака являются абсолютно гастроэнтрологическими. Это ВЗК с ранним началом или тяжелым течением – это в первой колоночке последний пункт. А раннее начало ВЗК – это в каком возрасте? Прямо с рождения? Ну да, практически это может быть с младенчества в течение первого года. На первом году жизни, да, очень редко в норме у нас дебютирует ВЗК, и это всегда вызывает вопросы. То есть если перед нами малыш, у которого с раннего возраста ВЗК, мы всегда должны подумать, нет ли тут врожденного дефекта иммунной системы. Да, совершенно верно. То есть или, например, врач назначает терапию, положенную при ВЗК, вроде казалось бы, что объем терапии соответствует состоянию пациента, но ответа на терапию ожидаемого нет. И в таком случае тоже следует заподозрить уже первичный иммунодефицит. И мы видим, что в мировой литературе появляется такой же термин, что воспалительное заболевание кишечника с ранним дебютом, и это действительно выделяется как настораживающий признак первичных иммунодефицитов. Так, еще какое господинное появление? Во второй колоночке это длительное увеличение лимфоузлов, но нас интересует печень. То есть для этих пациентов где-то порядка в не менее чем 50% случаев характерно стойкое длительное увеличение печени. И зачастую это может быть какой-то случайной находкой по УЗИ, одной из первых даже, что вот почему-то у пациента увеличена печень. Вот написано тут еще печень и селезен. Это, ну скажем так, это может быть и, а может быть или. То есть, да, не обязательно, что это может быть вместе. Но я так понимаю, что увеличение печени для детей просто... Ну, смотря до каких пределов, но в целом да, да. Характерно. Мы видим, да, у детей... Нет, как бы некоторое небольшое увеличение мы можем видеть у детей, но действительно тут значительное увеличение не характерно, конечно, поэтому вызовет у нас вопросы. Учинения в анализах крови у них бывают за счет увеличенной печени и селезенки? Может быть, лейкопения? Да, да. Ну вот, как видите, да, если коротко обсудить другие настораживающие признаки первичных иммунодефицитов, то это может быть отягощенный семейный анамнез. То есть у кого-то в роду могли быть похожие симптомы. Да, это, естественно, бактериальные инфекции, о которых вы первым делом сказали. Но я хочу отметить про инфекции, что это должны быть именно тяжелые бактериальные инфекции, да, то есть не ОРВИ, да, с которыми часто, я думаю, Лена... Я вообще можно, да. У нас, конечно, врачебная серьезная аудитория, но тем не менее мы видим и среди коллег такой некоторый гипердиагностический подход к детям раннего возраста особенно. То есть, да, мы понимаем, что мы обсуждаем действительно существующую проблему, но вот это вот приписывание несуществующего иммунодефицита здоровому ребенку с тем же самыми, да, повторными, допустим, инфекциями респираторной системы, с какими-то периодическими кишечными жалобами, которые, естественно, да, с увеличением на один сантиметр печени, опять-таки, ну, что совершенно нормально для ребенка. То есть часто инфекция, это нормально для ребенка. Такого тяжелые бактериальные пневмонии, ежемесячное применение антибиотиков, вот это, там, частые айтисты и аймориты. Да, потребность парантеральных антибиотиков, да, госпитализации с бактериальным инфекцией. Поэтому здесь, да, вроде бы мы видим, что все это описывает достаточно тяжелую картину, но зачастую достаточно здоровому ребенку пытаются все это приписать, поэтому на всякий случай хочу сделать такую ремарку. Ну, это вообще очень ценно и правильно. У нас действительно иногда наблюдается такая ситуация, что ребенок более-менее здоров, а ему приписывают иммунодефицит. А там, где действительно есть настораживающие вот эти признаки первичных иммунодефицитов, упор, не замечают. Да, их лечат, лечат, лечат. Перечислим тогда все, вот кроме гастроэнтерологических. Ну, вот вы сказали тяжелый начал ВЗК, а вот еще какие-то есть симптомы гастро, вот именно гастро, да. Ну, вот в принципе при первичном иммунодефиците, да, может поразиться любой орган, и мы будем считать гастроэнтерологической системой ЖКТ, да, и мы будем считать, что это связано, это развилось на фоне первичного иммунодефицита. Но, наверное, самое такое грозное – это энтеропатия. Это то, за счет чего мы, к сожалению, теряем пациентов. Как это обычно выглядит, да, у пациента начинается диарея, и даже, может быть, пациент и болеет параллельно, да, то есть, например, у него диарея и две пневмонии в год. Но, разумеется, если у человека диарея, там, 15 раз в сутки больше его беспокоит диарея, чем его родители, у ребенка, да, чем пневмония. И зачастую еще очень часто бывает такая история, что, ну, вот у вас же диарея, да, то есть, вот из-за этого организм ослабленный у ребенка, поэтому вы и болеете. Часто болеет, да. Ребенок госпитализируется, естественно, в гастроэнтерологические стационары, обследуется, в первую очередь он попадает к таким врачам, там, к педиатру ходит. Не к аллергологу, иммунологу, вот. Проходит обследование, и что видят по картине эндоскопической, что поражение кишечника, вот, ну, совсем такое же, как при ВЗК, при воспалительных заболеваниях кишечника. Это может быть, так мы называем, ВЗК-подобное поражение, то есть, оно действительно очень похоже, но на самом деле нет. И еще может быть целиакия, но мы, опять же, говорим не о целиакии у этих пациентов, а о целиакии подобном поражении кишечника. Вот эти две самые частые формы, которые могут быть обнаружены, и самые тяжелые, что самое главное. Ну, то есть, вот, с точки зрения гастроэнтеролога я хочу понять, как я могу заподозрить, если у пациента есть диарея, которая никак не лечится, и мы думаем, что это ВЗК, но она не поддается лечению, как при обычном ВЗК, диарея, мы думаем, что это целиакия, начинаем назначать оглютеновую диету, тоже никакого эффекта не получаем, плюс еще есть там наследственно-отягощенный анамнез, частые бактериальные инфекции, вот тут мы уже обязательно должны заподозрить и вовремя направить к аллергологу-иммунологу, потому что лечение таких заболеваний, оно сейчас есть, да, и мы можем этих пациентов спасти и помочь. Да, совершенно верно, что действительно, вот так это видят гастроэнтерологи, что может помочь поставить правильный диагноз, я тут подготовила специальный чек-лист вопросов, вот вопрос, который можно задать, чтобы не пропустить первичный иммунодефицит. То есть, допустим, вы заподозрили, что какое-то неправильное это поражение кишечника, что как-то все течет, слишком тяжко, и первый вопрос, часто ли вы болеете? Ну, тут надо вспомнить, о чем рассказывала Елена Сергеевна, да, что это лишь первый вопрос в череде вопросов. Что у вас было зафиксировано? Бронхиты, атиты, гаймориты. И тут тоже надо понимать, что гаймориты нас интересуют, рентгенологически подтвержденные, атиты гнойные, а не катаральные, что нас интересует пневмония, не тогда, когда пациент сам решил или мам, что это точно была пневмония, потому что я слышала какие-то хрипы, вот, а тоже подтвержденная. И хочу сделать такой акцент, не знаю, что Елена Сергеевна согласится, но я отмечаю, что очень часто, к сожалению, антибиотики используются не по делу. И факт применения даже ежемесячных антибактериальных препаратов, в общем и целом, далеко не всегда говорит, что назначали их по делу. Ведь может быть такая ситуация, что, например, сопли зеленые. Конечно, да, да. Поэтому все эти вопросы, они требуют еще, ну, как бы не просто бездуманного, да, ага, все галочки заполнили, значит, точный иммунодефицит, а именно немножко все-таки поразбираться, почему, потому что, да, очень часто все эти диагнозы и атиты тоже могут быть поставлены неправомерно. А вот что значит часто, часто атиты, часто пневмония? Это каждый месяц или там три раза в год это уже часто пневмония с антибиотиками? Когда мы должны? Пневмонии считаются больше двух год, атиты считаются больше трех за полгода у ребенка. Больше трех за полгода. Именно вот с антибиотиками реальности. Ну, таких, да, настоящих, да, гной, да. Так. Ну и гаймориты тоже где-то четыре раза в год. Четыре раза в год. Ну, опять же, это так. То есть, например, если у ребенка было, например, два гайморита, рентгенологически подтвержденных за год, там, пару атитов и одна пневмония, но это уже все в целом, конечно, должно насторожить и настроить нас, что такого ребенка нужно прообследовать. Плюс еще есть такой нюанс, что зачастую может быть такое, что не знали, что была пневмония, например, думали, что был бронхит. Ну, просто не сделали там исследования легких. Может понадобиться сделать уже в текущем моменте КТ-исследования легких. Если там есть бронхектаза, насколько я понимаю, что бронхектаза тоже странная находка у ребенка, да, который еще не успел покурить. Это все тоже может насторожить. А скажите, пожалуйста, вот эти вопросы, они подходят для взрослого врача? То есть, у взрослых людей бывают иммунодефициты, что они дожили до взрослого возраста и выжили, и им еще до сих пор не поставлен диагноз? Да, у нас, это вообще замечательный вопрос, у нас тоже складываются такие ситуации. Со взрослыми может быть три истории. Первая история. Дебют во взрослом возрасте. И такое бывает, да, что даже в 30-40 лет может произойти дебют первичного иммунодефицита. Вопрос, как они дожили без дебюта до взрослого возраста, к сожалению, пока остается из разряда философских. Вот, мы пока этого не знаем. Может быть такое, что дебют был в детстве, но никто не поставил диагноз. Но так как сейчас уже все-таки есть хорошие антибактериальные препараты, пациенты дожили до взрослого возраста. И третья история, которая, к счастью, сейчас уже таких пациентов становится все больше и больше, это когда исходный этот пациент из детства, ему был установлен диагноз, его ввели правильно. И благодаря правильной тактике введения в хорошем качестве жизни этот пациент переведен во взрослый возраст. То есть уже вот есть три такие варианта. В нашем российском регистре состоит 15% пациентов взрослого возраста, что немало. И, в принципе, это соответствует мировым данным. То есть действительно надо понимать, что первичный иммунодефицит – это история не про раннее детство. И совершенно не обязательно, что даже в контексте детей заболевания дебютируют в суперраннем возрасте. Там в год, в два это может произойти в 10, в 14 лет. То есть настороженность с годами ни в коем случае не должна снижаться. Так, мы с вами, в принципе, здесь все обсудили, что это антибактериальная терапия. Да, спросить мы должны, но не должны впечатляться. То есть надо уточнять, что послужило показанием к назначению антибактериальной терапии. Это просто были зеленые сопли, которые решили полечить антибиотиками, или все-таки это было действительно реальное показание. И следующие, это уже неинфекционные вопросы. Уточнить семейный анамнез. Были ли случаи ранней смерти в роду? То есть не обязательно это может быть вопрос про то, у кого еще в роду такие симптомы. Это могут быть действительно ранние смерти. Есть ли какие-то гематологические проблемы? Очень характерно для пациентов снижение того или иного ростка кроветворения. Опять же, вернусь к тому, что сказала Елена Сергеевна. Но тут важно понимать, что это не то, что снижение чуть-чуть нижней границы нормы. Это действительно такие выраженные тромбоциты пении, выраженные анемии. То есть не то, что там чуть-чуть на полпроцентика. Опять-таки диарея, про которую мы уже поговорили, это должна быть действительно диарея, которая не поддается терапии стандартными средствами. То есть не то, что первый раз выявили, еще лечить не пробовали и сразу направили на первичный иммунодефицит. Уточняем, никогда ли по УЗИ не говорили, что есть гепатомегалия, спленомегалия, лимфоденопатия. Что еще очень важно? Важно понимать, что зачастую родители не вяжут эти две истории. То есть они думают, что с диареей мы ходим к гастроэнтерологу, а с инфекционными проявлениями, ну там к педиатру, например. А с кашлем к пульмонологу, а с отитомиклору. И никто не спрашивает ничего за пределами своей компетенции, специализации своей. Да. И это вот, то есть найти такого специалиста, который сможет это все связать. То есть важно самим активно провести вот этот сбор анамнеза жизни. В данной ситуации вот именно вот этот анамнез жизни может быть ключиком к диагнозу. И очень важно помнить, что пациент может просто не догадаться рассказать гастроэнтерологу про то, что он еще и часто болеет. Вам-то это зачем? Ну, вы же не пульмонолог. То есть как бы это очень частая история. И про температуру еще. Бой. Без причинами. Бывает ли повышение температуры? Бывает ли температура, ну, которая... Повышение температуры что имеется в виду? 37,5 или вот именно лихорадка, там, 38,5-39? На самом деле это бывают разные ситуации, но в целом спросить такое все равно имеет смысл. То есть действительно есть пациенты, которые полноценно лихорадят с повышением температуры выше 37,5 градусов. Есть те, у которых незначительно повышается температура тела, что, в общем, по современным критериям даже не считается лихорадкой. Но пациент, например, говорит, а я все равно чувствую озноб. Там или мама говорит, что я чувствую разницу между обычной температурой тела и вот когда вот так вот немножечко поднялась температура. Так, еще что нужно спросить? И тут, в общем, то, что можно посмотреть в предыдущих анализах, и если это не сделано, имеет смысл доделать. Общий анализ крови очень информативный анализ. Сейчас мы смотрим, были ли когда-либо зафиксированы, выражены снижения тех или иных ростков кроветворения. Особенно нас волнует нейтропения. И хорошо бы проанализировать как можно большее количество анализов, потому что нейтропения иногда бывает циклическая. То есть в одном анализе все хорошо, в другом анализе все плохо. А если этот анализ не был выполнен, конечно, нужно его сделать. А нейтропения имеется в виду абсолютная? Да, да, совершенно верно. То есть нас интересует именно снижение абсолютных показателей. Также мы изучаем, если было сделано результаты КТ-исследования органов грудной клетки, нас интересуют находки такие, как бронхоэктазы, фиброз, пневмосклероз и все, что вот подходит. Что-то странное мне нравится. Вот как раз, Елена, что может быть? Ну вот интерстициальная болезнь легких. Да, действительно, любые могут быть ассоциированы с иммунодефицитами, да. Практически любые изменения в легких. По большому счету, я так понимаю, что у детей, ну, у них должны быть легкие, выглядеть в норме. Ну, там, за исключением истории, можно сказать, с какими-то анатомическими особенностями. Просто должны быть здоровые, легкие, без каких-либо... Ну, конечно, да. И все, любые находки у ребенка на КТ, они, в общем, должны настораживать. По хроническому типу, да? Да. УЗИ, ну, мы уже с вами проговорили про увеличение размеров печени, селезионки, лимфоузлов. По биохимии может быть снижен общий белок. Это достаточно логично, потому что очень часто у этих пациентов снижены иммуноглобулины, а иммуноглобулины – это белок. Вот. И, кстати, еще такой, может быть, косвенный признак, по которому можно отличить очень сложную клиническую ситуацию. Мы же зачастую действительно не знаем у пациента какая-то там энтропатия, действительно там целиакия или ВЗК, да, из-за которого действительно, может быть, пациент чаще болеет, потому что он теряет эти иммуноглобулины. Или это ситуация наоборот, когда у пациента первичный иммунодефицит, на этом фоне развилось поражение кишечника. То есть мы не можем понять, что причина, а что следствие. Вот для первичных иммунодефицитов характерно снижение гамма-фракции белков. А, как правило, все же, если это не первичный иммунодефицит, а первично какое-то гастроэнтерологическое заболевание, снижается фракция альбумина. Ну и, конечно, такой наш скрининговый буквально анализ на первичные иммунодефициты – это иммуноглобулины AMG. Это база, то есть то, что может сделать доктор любой специальности. Однако я призываю, что если вдруг у вас закралось подозрение по этим настораживающим признакам, что это все-таки может первичный иммунодефицит, лучше направить пациента на консультацию к аллергологу-иммунологу. И, может быть, мы назначим уже какие-то более узкопрофильные анализы. Как я уже сказала, практически 500 видов разных иммунодефицитов. На каждый случай нужен свой анализ, и даже аллергологи-иммунологи не все. Я тоже хотела сказать, что аллергологи-иммунологи, у меня такое представление, что они больше погружены в бронхиальную астму, может быть, в пищевую аллергию. Но первичные иммунодефициты, боюсь, что не все. Ну, вот если говорить о том, куда маршрутизировать, то это, конечно, ФНКЦ имени Дмитрия Рогачева. То есть это такой центр суперэкспертности, РДКБ. То есть можно было запросить консультацию докторов из этих центров. Там действительно можно получить высококвалифицированную помощь. И плюс ко всему у них еще какой нюанс. Более вот такие узкопрофильные анализы не все лаборатории умеют качественно делать. Это большая проблема. И мы можем надеяться, что лишь там вот эти далее более узкопрофильные анализы будут сделаны. То есть сдавать анализы вот такие иммунологические надо только в экспертных учреждениях, да? Смотрите, ну вот то, что представлено здесь, иммуноглобулины, это рутинный анализ. Его можно сдать в любой лаборатории, в своей клинике, везде подойдет. А уже если это фенотипирование лимфоцитов, то лучше все же передоставить это профильным учреждениям. Ну давайте вот так резюмируем. Значит, перед нами ребенок с непонятными симптомами. Мы ему полечили диарею. Ничего не проходит. Он часто болеет бактериальными инфекциями. Мы его направляем. У него выявлено снижение иммуноглобулинов АМГ. Все в трех фракции надо, чтобы одновременно. Или хотя бы одной фракции достаточно, чтобы... Хотя бы, ну, самый частый вообще иммунодефицит – это селективный ГА-дефицит. Иммуноглобулина. Да, это вообще супер даже распространенная форма первичного иммунодефицита. Она, по некоторым данным, встречается у одного человека из 137. То есть, как вы понимаете, это достаточно часто. Вот. Они не всегда проявляются... Иногда это бывают субклинические формы. Достаточно редко бывает изолированное снижение иммуноглобулина М. А вот снижение иммуноглобулина G обычно в сочетании либо с А, либо с М. Это тоже уже говорит нам о либо там общевребельной иммунной недостаточности, либо сэксцепленной агамоглобулина МИ. Вот. То есть, наличие клиники плюс снижение иммуноглобулина – уже повод для нас отправить пациента к иммунологу-аллергологу. Я бы сказала даже, что даже если вы видите типичную клинику, даже если ничего не нашли при таком вот скрининговом обследовании, лучше, ну, как бы, переспросить. То есть, лучше это будет доп. консультация, которая все равно не помешает ребенку, который часто действительно болеет бактериальными инфекциями, чем пропустится такое заболевание. Ну, вот мы с вами сейчас пока общими словами, да, обсудили. Может быть, мы перейдем к каким-то более конкретным. Есть какие-то классические формы, на которых мы могли бы обсудить и симптомы, и тактику лечения, и тактику диагностическую? С чего начнем? Ну, вот, чтобы закрыть уже вот эту тему с первичными именно иммунодефицитными состояниями, действительно, вот есть самые частые проблемы. Это дефекты гуморального звена иммунитета. Это как раз иммуноглобулины. И при них это селективный ГА-дефицит, общая вариабельная иммунная недостаточность, и сцепленная гамма-глобулиномия. Для них характерно как раз вот развитие различных поражений кишечника, которые проявляются, диарея, и по эндоскопической картине будут очень похожи. На целиаке. На целиаке или на ВЗК, то есть, ну, не отличить. Что может помочь гастроэнтерологу? Так это патогистологическое исследование. Для этих заболеваний характерно отсутствие в биоптате плазматических клеток. То есть, я так понимаю, что это нужно делать специальное окрашивание на них. Вот это тоже может очень сильно помочь. А что касается других врожденных дефектов иммунной системы, о которых я тоже хотела бы немножечко упомянуть, это наследственный ангиотек и аутовоспалительные заболевания, там уже совсем другая история. При этих заболеваниях, несмотря на то, что они очень-очень разные, с точки зрения гастроэнтеролога для них характерно наличие, это прям такой термин, абдоминальных атак. То есть, это приступы, острые боли в животе, которые сравнимы по силе с болью, которые, например, женщина испытывает в родах. То есть, это действительно очень сильная, ужасная боль, которую очень часто принимают за хирургическую патологию. То есть, это классический сценарий, пациента госпитализируют, иногда даже проводят необоснованное хирургическое вмешательство, особенно с детьми, потому что непонятно, почему, что происходит. Ничего не находят в буквальном смысле слова, зашивают обратно. И таких необоснованных хирургических вмешательств в жизни этих пациентов может быть очень много. Если начать с наследственного ангиотека, то это тоже врожденное заболевание, это дефект, система комплимента. Это тоже такой... Насколько это редко встречающиеся заболевания? У одного на 50 тысяч. То есть, это относится к орфанным заболеваниям само по себе. Плюс это входит в список жизнеугрожающих заболеваний. Развивается вследствие мутации, или, как теперь более правильно говорить, варианта в гене серпинг-1. И у этих пациентов основа клинической картины – это, конечно, ангиотеки. Что такое? Ангиотек – это такой транзиторно возникающий, самостоятельно разрешающийся отек кожи или слизистых оболочек. А как это внешний транзиторно? Я думаю, что если я вам скажу отек к венке, это более старый термин, вы припомните, что это такое. Просто это старый термин, и сейчас он уже не используется. То есть, отек к венке – это, по сути, тот же самый ангиотек. Да. Вот это то же самое. И действительно, это просто распухшая рука, отекшая, или лицо, язык. Ну и самое страшное – это гортань. Это то, от чего пациенты реально могут погибнуть. Но у этих пациентов есть еще абдоминальные атаки. У 86%. И опять же, мы снова возвращаемся к той истории, когда пациенты ходят к гастроэнтерологу и говорят, доктор, у меня вот эти приступы острой боли в животе. Параллельно они ходят к аллергологу и рассказывают про свои вот эти рецидивирующие ангиотеки. И, может быть, к лору говорят, что периодически горло отекает, непонятно почему. И нужен снова суперспециалист. А сыпи какой-то нет? У них бывает сыпь. Это такая красивая кружевная сыпь, которая прям напоминает розовое кружево. Называется маргинальная ритема. Она не возвышается над кожей, не зудит. Это вообще не похоже на крапивницу, хотя очень часто именно так и описывают. Вот. И снова нужен человек, который все это соберет воедино. То есть представьте себе ситуацию, как гастроэнтеролог... Это малыш обычный или кто это? Да, это может прямо дебют быть в самом раннем возрасте. Даже есть очень интересная статья, правда, это не про абдоминальную атаку, а про то, что первый самый ангиотек в жизни ребенка был описан в утробе матери. То есть маме сделали УЗИ во время того, как у нее был ангиотек. Она там, я не помню, на каком сроке была беременность, и у ребенка был выявлен ангиотек губы. То есть, в принципе, это может быть самый маленький ребенок, но, к счастью, прям в детском, младенческом возрасте это встречается редко. Но в целом представьте себе ситуацию. Приезжает ребенок в скоропомощное отделение с острой болью в животе к хирургу. Вот. Он его осматривает. И не обязательно совсем, что в этот момент у ребенка отек. А может быть даже такое, что у него еще не было в жизни отеков, и у него первый симптом – это вот эти острые боли в животе. Каков шанс вообще, что хирург подумает о том, что это наследственный ангиотек? Не потому что хирург плохой, я ничего не хочу сказать, а просто потому что действительно… Ситуация не располагает к этому. Ситуация к этому действительно не располагает. При этом даже мама может говорить, слушайте, слушайте, у меня то же самое. У меня так было. Это что-то другое. Мне уже тут разрезали, и ничего не находилось. Это действительно, кстати, так. А хирург скажет, ну, что вы меня учите в жизни? И опять же, это исключительно вопрос о сведомленности. То есть весь вопрос в том, что человек должен… Единственный способ поставить этот диагноз – это просто знать его. Ну и, конечно, может быть, какая-то система электронной поддержки принятия решений. И очень мы надеемся на нее, что, например, если у одного ребенка будет выскакивать в карте несколько за год госпитализации с хирургической патологией или там сочетание кода отека и кода хирургической патологии, что его там педиатру будет приходить уведомление, что, пожалуйста, обследуйте этого ребенка на наследственный ангиотек. Как вы считаете? Мне кажется… Ну, это было бы здорово. Ну, причем не только же наследственный ангиотек, собственно говоря, и какие-то периодические лихорадки, то же самое и там абдоминальная мигрень какая-нибудь, просто чтобы не резали ребенка постоянно. Да, это было бы… Ну, это даже, наверное, сейчас мы не к хирургам обращаемся, а именно к педиатрам и гастроэнтерологам. Если к вам приходит человек с жалобами на то, что там пять раз в год у него невероятно сильно болит живот и ничего не помогает, и он лезет на стенку, то и его уже два раза разрезали и ничего не находили, то надо подумать об этом диагнозе, потому что, опять-таки, есть лечение. Да, лечение есть. То есть мы можем дать человеку абсолютно практически нормальный уровень жизни. Есть препараты специальные для купирования. Это блокатор абрадикининовых рецепторов или даже есть у нас возможность прямо для заместительной терапии. Обычные обезболивающие тут не действуют, это только какие-то влияния на эти иммунологические механизмы. Да, и ангиотеки, к слову, тоже не реагируют на стандартную терапию. Вот что бы вы назначили на ангиотек, например? Антигистамин. А если не поможет, то стандартные стероиды. Вот. Вот это все не работает. То есть если, опять же, к слову, педиатры, если у вас есть ребенок, у которого не работают системные гормоны на ангиотек, то это повод заподозрить наследственный ангиотек. А есть еще, кроме вот этой сильной боли, какие-то, как вы нам сейчас перечисляли, совокупность еще признаков, значит, отек, боли в животе, сыпь, которая похожа на кружево, да, еще что-то? Вот это, на самом деле, это основная триада симптомов, и даже маргинальная ритема – это дополнительный симптом. Я всегда говорю, что есть такое мнемоническое правило, которое вот я рекомендую, чтобы люди запомнили. Есть три запрещенных заклятия в Гарри Поттере. Эмперио «Подчиняйся» – это отеки конечностей, потому что кажется, что это ерунда, но на самом деле люди не могут там застегнуть пуговицы, не могут пойти в школу, не могут сделать просто самые обычные для нас с вами вещи. Заклинание Круццо «Страдай», потому что это безумная боль в животе. И Авада Кедавра «Умри» – это ангиотек гортани, от которого человек действительно может погибнуть. И в четверти семей есть член семьи, который погиб от ангиотека гортани. И в наших с вами силах… У меня шпурашки, вот от этого. В наших с вами силах как бы это предотвратить, порвать эту историю в семье. На слайде, вот здесь обратите внимание, представлено обследование. Обследование, к слову, немасштабное. И, кстати, еще я тут недавно обратила внимание, знаете, есть такое приложение «Помощник врача». На самом деле очень удобно, там есть все федеральные клинические рекомендации, много советов, там на самом деле удобно, прям скачайте. Вот, и теперь там появился помощник при обследовании на орфанные заболевания. Там вбито очень много орфанных заболеваний, ты вбиваешь симптомы, какие у тебя у пациента, он тебе выдает план обследования, и плюс бесплатные программы, где ты можешь бесплатно обследовать этого пациента. И вот на наследственный ангиотек, например, есть бесплатная программа, и этот помощник поможет тебе обследовать пациента бесплатно. Я считаю, что это… Это здорово. Да, поэтому очень рекомендую… А что мы должны в конечном итоге сдать? Сдать тот самый С1-ингибитор и его функциональную активность. Это на самые распространенные типы НАУ, и это то, что там порядка 98%. Есть еще более редкие типы НАУ, но это, скажем так, основу доверьте, это, пожалуйста, аллергологу-иммунологу. В принципе, там в мире описано всего несколько сотен пациентов с суперредкими формами основное. это тяжелая, это более частая форма. Но, опять же, к слову, в России должно быть 2500 таких пациентов по статистике, а у нас всего 600. То есть где-то ходит почти 2000 несчастных пациентов, и вполне вероятно, что где-то… А сколько дней болит живот при вот таком? Три-четыре дня длится классическая абдоминальная атака. То есть, да, три-четыре дня безумная боль. То есть это действительно жизнь с упущенными возможностями. И снова повторю, что эта боль сравнима с болью при раздыве кисты яичника, с болью при родах, которые испытывают женщины. Просто люди это испытывают примерно пару раз в месяц. Кошмар. Да, поэтому это действительно… И, к сожалению, очень часто есть у нас такая плохая традиция, наверное, если не знаешь, что происходит с пациентом, считать его сумасшедшим. И что дети придуриваются, и направлять их к психиатру. Я очень надеюсь, что после нашего с вами гастроклуба может быть кто-то вспомнит такого своего пациента и поймет, что он не придуривался. То есть у меня, например, были случаи, когда просто на полном серьезе давали транквилизаторы на приступ. Просто чтобы человек отрубился, потому что это какая-то паническая атака и все. Да, но если не знать об этом заболевании, и все тесты показывают, что там и даже хирург сказал, что ничего не нашел в животе. Да, единственное… Вот так и подумаем. Единственное, что для этого заболевания характерна свободная жидкость брюшной полости, которую не надо никак сливать, удалять. А ликоцитоз, реактивный белок? Может быть повыше, может быть. Но не обязательно. Но это же и не является таким каким-то специфичным. То есть формально ведь и при аппензиците это может быть повыше. То есть какого-то специфического лабораторного маркера нет, только вот жидкость свободная. Для аппензицита ведь не характерна свободная жидкость брюшной полости. Ну, это зависит от нас. Да, но для локализованного нет. Так, ну что, наследственный ангиотек мы обсудили, да, и у нас остались еще ауто-воспалительные заболевания. Мы вот знаем, что такое аутоиммунные заболевания, все хорошо, а что такое ауто-воспалительные заболевания, я думаю, мало кто знает, кроме вас. Расскажите, что это за термин, что он означает и как это влияет на желудочно-кишечный тракт. Да, действительно, мало мы про это знаем. Это еще одно из самых молодых групп заболеваний, которые описаны, поэтому на самом деле ничего странного нет, что мало кто про это знает. Ауто-воспалительные заболевания – это не то же самое, что аутоиммунные. В случае с аутоиммунной системой, в случае с аутоиммунными заболеваниями проблема с приобретённой иммунной системой, и всегда есть какие-то ключи антитела. В случае, если это ауто воспалительное заболевание, то тут уже это патология врождённого иммунитета, и здесь большую роль играют всякие интерлекины. Это действительно очень сложно, и, наверное, это именно сейчас не самое для нас главное, разобраться в сложности патогенеза. Первое, что надо понимать, что есть две группы заболеваний, и как раз к ауто воспалительным заболеваниям относятся периодические лихорадки, от которых, может быть, кто-то всё-таки слышал. Это семейная средиземноморская лихорадка, да, она же армянская болезнь. Есть ещё и другие, это, например, креперинассоцированный периодический симптом, синдром, драпс-синдром. Ну, их действительно много, но ключ, опять же, в том, что, посмотрите, здесь вот есть типичные симптомы, и помимо сыпи и боли в суставах, и даже лихорадки, да, есть снова гастросимптомы. Это рецидивирующие приступы болей в животе. Я не буду заново это всё так эмоционально рассказывать, потому что это похоже действительно на следственный ангиотёк, и даже были у меня лично в практике случаи, когда сначала одного из моих пациентов обследовали на периодические лихорадки, а потом уже только на наследственный ангиотёк, и в литературе такое описано. Особенно это характерно для Турции, потому что у них распространена вот эта средиземноморская лихорадка, и они сначала их обследуют на неё, а потом уже на НАУ. Но суть в том, что вот есть вот эти приступы болей в животе. И казалось бы, слушайте, ну если у пациента будет температура, ну, врач как-то разберётся. Ну, во-первых, конечно, опять же, при, я так понимаю, что при некоторых заболеваниях с острым животом может подняться температура. Да, конечно. Да, а во-вторых, снова, как и с НАУ, как там не обязательно, что будет ангиотёк, так и здесь может быть чисто приступ боли в животе. И так он и может повторяться. Исключительно вот моноприступы болей в животе это будет единственным клиническим проявлением. А как тогда нам вот запомудрить? Тут ещё сложнее, чем с наследственным ангиотёком. У нас есть острофазовые маркёры, циреактивный белок, сои. Вот, то есть, в общем, у нас не так много всего. Лейкоцит? Да, вот это всё должно повышаться в момент атаки, нормализовываться между приступами. А насколько высоко вот лейкоцит, например, повышается? Ну, я, к сожалению, вам так не могу сказать. Я даже не уверена, что... То есть это не является... Уровень повышения не является диагностическим критерием. Это, скажем, такой очень клинический диагноз, а подтверждение – это генетика. Вот. То есть дальше у нас только генетическое исследование. Опять же, если заподозрено у пациента, то можно посмотреть вот в этом приложении. И там тоже есть бесплатная программа на генетическое обследование, на эти заболевания. Ну, то есть, если, опять-таки, у нас пациент с сильной болью в животе, которая длится несколько дней и с периодичностью повторяется, плюс ещё какие-то приступы подъёма температуры, да ещё там боли в суставах и сыпь, тогда вот мы обязательно должны заподозрить и направить к специалисту, чтобы тот уже разобрался, какие тесты сдать. Потому что, я думаю, мы сами вряд ли разберёмся. Мне кажется, их там очень много разношено. Да, они сложные, лучше. Да, но, по крайней мере, можно рекомендовать бытовое такое обследование, что в момент приступа сдается реактивный белок, общий анализ крови с развернутой ликоцитарной формулой ИСОИ, да, и уже с этими результатами направить к аллергологу, иммунологу или к педиатру. Тут ещё такая проблема с аутовоспалительными заболеваниями, мы никак не разберёмся, кто их должен вести. Ревматологи ещё есть. Да, потому что ревматологи иногда ведут, иногда аллергологи-иммунологи, но в целом, наверное, должен вести тот, кто в этом понимает. Иногда и гастроэнтерологи ведут, кстати говоря, вполне себя слышно. Да, но вот вы нам рассказали, что очень важно вовремя установить диагноз, потому что есть лечение. Вот как-то слабо верится, что от таких заболеваний врождённый, иммунодефицит, поломка в иммунной системе. Расскажите нам немного какие, чтобы вселить надежду в души наших врачей. Всё лечится. Всё лечится, да. Если вот говорить про первичные иммунодефициты, у нас есть заместительная терапия донорским иммуноглобулином. Заниматься лечением гастросимптомов – это всё равно, что работать с верхушкой айсберга. Что касается наследственного ангиотёка, тоже там есть заместительная терапия, препараты для купирования. И плюс мы входим тоже с орфанными заболеваниями в эру моноклональных антител, и появляются специализированные моноклональные антитела в случае с наследственным ангиотёком – это ланодолумаб. Против интерлекина, да? Ну, наследственный ангиотёк, да, это там на свою зону патогенеза работает. И, соответственно, у нас есть моноклональные антитела уже на аутовоспалительные заболевания. Там, может быть, кто-то слышал про колхицин, может быть, назначен. Тоже не работают на снижение температуры при некоторых формах преднизолон. Вот, может понадобиться колхицин. Есть препараты антиинтерлекина-1, короткого действия – это анакинра, и длительного действия – это моноклональные антитела, канакинумаб и ларис. Так что всё поддаётся лечению. То есть мы не лечим тут конкретно гастроэнтерологические или суставные, мы влияем на основу патогенеза, на вот этот сбой в иммунной системе, и тогда всё более-менее, все симптомы, ну, по крайней мере, что они снижаются, пропадают. Ну, в случае с наследственным ангиотёком и аутовоспалительным заболеванием можно просто добиться, чтобы этих приступов не было. В случае с первичным иммунодефицитом, к сожалению, всё не так просто. Зачастую нужно совместное ведение, то есть гастроэнтеролог ведёт это как ВЗК, воспалительное заболевание кишечника или целиакии. Мы ведём это как иммунодефицит, но именно совместно, и вот тогда это даст свои плоды. Понятно. Ну, здорово. Ну, в общем, уважаемые коллеги, пожалуйста, обратите внимание, что вот есть такие, с одной стороны, редкие заболевания, с другой стороны, в практике, каждого из нас, наверняка мы с такими пациентами будем встречаться или уже встречались, и очень важно нам о них помнить, чтобы вот не сломать судьбу такому человеку или ребёнку. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Теперь давайте перейдём уже к каким-то более банальным причинам боли в животе, потому что, мне кажется, у каждого ребёнка, да и у каждого взрослого живот периодически болит, но когда это касается ребёнка, всегда пугаешься, потому что если у взрослого ты думаешь, что там, ну, у него может быть там хронический гастрит, хронический панкреатит, там, да, или что-то, он уже как-то это заработал в течение жизни, то есть представление, что у малыша должен быть здоровый желудочно-кишечный тракт, и когда у него что-то болит, всегда думаешь о том, что там, наверное, аппендицит, или он что-то проглотил, или там кишечная инфекция страшная. Вот расскажите нам, какие самые частые причины боли в животе у детей, и что делать, какая тактика? Что делать? Хотелось бы знать, что делать. Здесь, наверное, если у нас был блог такой обращённый к врачам, то сейчас мы, наверное, больше сделаем реверант в сторону там мам, которые нас будут смотреть, и чтобы не бежать каждый раз, когда у малыша заболел живот, он сказал, мама, болит живот, ну, вот я сама такая, каждый раз, когда мне говоришь, ну, господи, что, гастроскопия, колоноскопию, что делать, хирургическую патологию. Не, ну, вообще я сама пациент с остро возникшими болями в животе, и многие мои коллеги тоже побаиваемся, потому что, естественно, острая хирургическая патология, тем более, что, если сравнивать со взрослыми, у детей всё это протекает намного более стёрто, непонятно, и, в общем, все мы боимся пропустить. Но если брать именно длительно существующую хроническую боль в животе, то, как и у взрослых, у детей могут быть органические и функциональные причины. Естественно, функциональные причины значительно чаще встречаются, чем органические. Но органические, опять же, мы должны, конечно же, исключить, чтобы не пропустить какое-то более серьёзное заболевание. симптомы тревоги. Да, есть красные флаги, на которые мы должны обратить внимание. Что касается системных симптомов, то у детей очень важно задержка роста, задержка прибавки веса. То есть это всегда для нас, мы все обожаем, измерять рост и вес. То есть если у ребёнка рост и вес в норме, то это, собственно... 6 сейчас имеется. И всех, всех любого возраста до 18 наших пациентов. Вот, то есть если ребёнок хорошо растёт, то это уже, в общем-то, достаточно хороший признак, хотя, естественно, не исключает каких-то проблем. Если брать подростков, то это задержка полового, задержка наступления пубертата тоже нас должна насторожить. То, что обсуждали, да, немотивированные подъёмы температуры, боли в суставах. Если это сопутствует боли в животе, то тут что-то мы должны поискать. Ну, на осмотре мы можем также обнаружить наличие афт, язв в ротовой полости и уже в сторону воспалительного заболевания кишечника, подумать. Если симптомы имеют место в ночное время, например, ночная диарея или пробуждение от боли в животе, то здесь тоже, скорее, органическая причина нефункциональная, потому что функциональные характерны в течение дня, когда у нас активный мозг. Ну, вот у детей, как понимала, мы больше всего боимся воспалительных заболеваний, да? Вот о чём мы в первую очередь думаем? Ну, более часто, да, это воспалительные заболевания, плюс у детей могут быть различные язвенные поражения, рефлюксозофагиты, язвенные болезни тоже у детей могут быть. Ну, и более редкие причины, такие как панкреатиты, гепатиты, холециститы, то есть тоже всё это имеет место, просто значительно реже, чем у взрослых. И мы, но полностью сбрасывать это со счётом мы не можем. Ну, как бы, наверное, я, честно говоря, вот в статистике тут не сильно, но да, воспалительные заболевания кишечника скорее вот. Первое, что это должно у нас неожидать, если ребёнок просыпается ночью от диареи, у него болит живот, повышается температура, болят суставы. Болят суставы, да, вот имеем анемии, опять же, ну, на самом деле, конечно, анемия может быть у детей нередко, она бывает обычной железодефицитной анемии, но сочетание, например, к рефракторной к лечению анемии, здесь тоже подумаем о целиакии, ОЗК, можно хеликобактерную инфекцию исключать при рефракторной. Но вот такая, может быть, более банальная, опять-таки, причина. Вот ребёнок говорит, я не буду есть, у меня болит живот, на следующий день опять я не буду есть, у меня болит живот, меня тошнит, вот, вроде бы он там ещё и не похудел, вроде бы бегает, прыгает, ну вот что-то вот такое, и там раза три в неделю, вот он жалуется, нужно такому пациенту вот идти и уже сразу там делать эндоскопическое. Ну эндоскопическое точно не нужно делать, ну как бы к врачу мы, конечно, скорее всё-таки должны пойти, но здесь ещё такой момент тоже про детей, да, ой, мама, у меня болит живот, и там, ну там, иди обниму, и дальше бегаем, прыгаем, да, то есть это тоже важно, либо всё-таки мама, у меня болит живот, и там, ну как-то сел, да, там снижается активность, меняет свою активность, да, всё-таки как-то видно, что. Ну тут ещё тоже такой момент из практики, да, педиатров и амбулаторных гастроэнтерологов детских, чем меньше ребёнок, то есть начиная с младенческого возраста, родители чаще всего уверены, что у него болит живот, чтобы с ним не происходило, и ребёнок плачет, значит, живот болит, доктор полечите, хотя, ну в общем-то это, нет доказательств, что это на самом деле живот, младенческие колики, а в дальнейшем, чем старше становится ребёнок, тем на самом деле чаще у них действительно болит живот, но опять же, самая распространённая причина это будет функциональный, да, по зарубежным данным пик это 4-6 лет и подростковый возраст, но мне кажется, что у нас это будет где-то 7-8, потому что у них 4-6 идут в школу, Боже, я думаю, что это связано с этим, да, 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 живот болит чаще, ну вот про гастрит, например, да, мы всё время у взрослых боимся, что вот у них там боли в эпигастре, когда мы подозреваем функциональную причину, мы делаем гастроскопию и диагностику хеликобактер, у детей вы этим занимаетесь или всё-таки мы их до 18 лет, ну болит у него живот там периодически, ну скорее всего функциональный, он не худеет, аномии у него нет, и мы ждём до 18 лет и только потом тестируем на хеликобактер. Ну не то, чтобы мы ждём до 18, обязательно, но как бы что касается именно хеликобактера, то там, например, Европейская ассоциация гастронтрологов и Американская тоже, они не рекомендуют рутинное исследование на хеликобактер именно по поводу боли в животе, то есть если мы не подозреваем и собственно эндоскопию тоже, если мы не подозреваем там наличие опять же вот язвенных поражений, да, то мы особо туда не вмешиваемся, но если, то есть если это язвенное поражение, это рефракторная вот эта железодефицитная аномия и в совокупности ещё есть, например, боли в животе, и мы всё-таки... То есть показанием к эрадикации у детей может быть только язвенная болезнь, просто там наличие гастрита мы не занимаемся эрадикационно. Да, ну по крайней мере вот по нынешним рекомендациям может это так. Потому что есть много как бы у моих родителей, которые активно стремятся уничтожить бактерию хеликобактер там в возрасте 10-12 лет. Нет, ну вот по современному... А с чем это связано? Потому что он заново инфицируется или потому что схема терапии такая тяжёлая? Скорее всего по всем этим. Ну и плюс, я думаю, что у взрослых мы же ещё ориентируемся на прогноз, то есть у детей нет такого влияния. Соответственно, если наличие этой инфекции привело, ну ассоциировано с развитием язв, то тут, конечно, да, мы вмешиваемся. Но если боль в животе может быть совершенно не... То есть, опять же, что нарушает качество жизни ребёнка? Боль в животе, да. Ему, в общем-то, всё равно, у него там гастрит или ничего на гастроскопе. И совершенно не обязательно, что проведя эту эрадикацию, мы избавимся от боли в животе. Это могут быть совершенно два параллельных состояния. Боль в животе, например, там функциональная диспепсия или синдром раздражённого кишечника. Поэтому здесь мы тоже всегда в детском возрасте мы особенно сопоставляем пользу и риски, да, от лечения. И, опять же, качество жизни, чего мы хотим добиться. То есть, значительно, качество жизни не повлияет. И симптомы никак не изменятся после эрадикации, поэтому мы этим в детстве не занимаемся. А развития рака желудка мы не опасаемся. Да, в данном возрасте нет, поэтому... И, опять же, ну, всё-таки, если эндоскопическое исследование, то незабываемое о возможности эзенофильных, например, поражений, поэтому биопсия всегда хорошая. Эндоскопия у ребёнка, учитывая там комплекс симптомов, то должна быть проведена обязательно биопсия. Потому что, почему мы этот вопрос поднимаем? Потому что у нас в стране очень любят делать эндоскопические исследования, зашёл, посмотрел, не взял ни одного биоптата и вышел. А вообще, по-хорошему, надо бы, наверное, взять биопсию из пищевода, чтобы исключить эзенофильный изофагит из желудка, эзенофильный гастроэнтерит из двенадцатиперстной кишки, целиакию, да? Или как? Мне кажется, да. Ну, я думаю, что да. Вот. Так. Ещё я хотела спросить, ну, всё-таки, да, в большинстве случаев дети это всё-таки функциональные заболевания. Ну, редко, когда у кого мы обнаруживаем там язву или там тяжёлую рефлю. Ну, большинство тех, кто на приёме, да, это скорее функциональное нарушение. Ну, то есть тут нужен баланс. Опять же, вот как мы говорили, живот болит, ты псих, ты придумываешь. Но с другой стороны, опять же, мы знаем, что функциональные нарушения сопровождаются ещё часто с психологическими симптомами, тревожностью. И родители тревожатся, и ребёнок тревожится. И вот этот наш круг обследования, на который мы их запускаем, в котором обязательно ещё какие-то минимальные отклонения могут обнаружиться, он только усиливает всю эту тревожность. А какие обследования вы обычно назначаете вот маленьким пациентам? Ну, если мы, опять же, если мы подозреваем функциональную патологию, если у нас нет красных флагов, признаков того, что это какая-то органическая патология, то мы можем ограничиться, если это, например, функциональная диспепсия, то мы можем ограничиться исследованием кала, кальпротектин, или наличие крови в стуле. Если мы этого не обнаружили, и нет никаких красных флагов, то мы, в общем-то, и заканчиваем на этом. Если у нас симптомы синдрома раздраженного кишечника, то здесь рекомендуется еще общий анализ крови, цирреактивный белок, соя, ну и в любой непонятной ситуации ищет целиакию, в общем-то, мы любим ее искать, да, в виде антител, потому что, ну, всякое бывает, бывает атипичная клиническая картина, как мы знаем. Вот, а в общем-то, все остальное, вот это, даже то же самое ультразвуковое исследование, показано в исследовании, что если мы, если нет красных флагов, если нет при пальпации, при осмотре каких-то подозрений, то там, ну, буквально у одного человека из 500 все-таки будут какие-то значимые находки. При этом мы знаем, как родители, опять же, пугает загиб желчного, любимый, который очень любит искать и что-то с ним делать, или там, ну, в общем, какие-то минимальные изменения на УЗИ, мы понимаем, что они в данном случае диагностически незначимы, но попробую объяснить это родителям и подросткам, например, которые сами все понимают. То есть малышу, ребенку, вот с болью в животе, достаточно каких-то минимальных тестов, для того, чтобы понять, что там ничего серьезного нет. Анализ кала на скрытую кровь, общий анализ крови, фикальный кальпротектин и антитилак, цили... ну, в смысле, не будет трансглупоминазия, да. Не будет трансглупоминазия, да. Так, ну, понятно. А с... такой еще коротенький вопрос. Чем лечат детей с функциональной патологией? Есть какие-то препараты? Или вы все больше там образом жизни, диетой? Ну, стараемся, конечно же, образом жизни, диетой. Тут, на самом деле, ну, есть много препаратов, естественно, мы можем их использовать по одним исследованиям. Есть эффективные, те же самые используют, и прокинетики используют, и ингибиторы протона и помпы используют. Но, как бы, начинаем, на самом деле, всегда с малого, то есть те же самые мятные конфетки, любимые. Да, я разговаривала с несколькими пациентами, всем говорю, вот вам чай с мятой, имбирь, побольше спад. Да, да. И у детей то же самое, да? Да. Ну, и опять же, такие объяснения о том, что это не опасно, очень многим уже помогает. Какие-то, например, когнитивно-поведенческая терапия тоже очень многим помогает. В силу детского возраста мы стараемся идти в эту сторону все-таки не медикаментозных решений. То есть детям тоже назначают психолога и так далее. Конечно, 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 да. Все это, опять же, при функциональных нарушениях открытое плацебо, то есть даже когда человек знает, что это плацебо, все равно имеет позитивный эффект. Поэтому мы понимаем, что, ну, не всегда нам нужны препараты, чаще нам нужно именно вот то, что по-английски называется reassurance, то есть, ну, успокоение, такое, да, объяснение, что вот почему это происходит, да, что. И опять же, именно поэтому в том числе мы стараемся придерживаться плана наименьшего вмешательства, потому что, ну, этим мы тоже успокаиваем, что не надо вам там на гастроскопию и прочее, на МРТ всего тела, потому что у вас ничего опасного, это функциональное, да. Так, ну, в общем, подытоживая, если у нас есть ребёнок, у которого болит живот, нам, безусловно, надо обратить на это внимание, сдать необходимый перечень минимальных неинвазивных тестов, и если у нас нет никаких симптомов тревоги в виде повышения температуры, рвоты, желтухи, анемии, отсутствия, отставания в росте и развитии, диареи, различных с кровью, с кровью, да, то мы более-менее успокаиваемся и дальше ведём как его функционального человека. Да, и давайте ещё, чтобы подытожить обе части, скажем, что всё-таки, даже если мы гастроэнтерологи, минимальный анамнез в виде, там, чем болеет, да, там, что было раньше, что было... Даже если хирурги. Да, ну, у хирургов другие важные задачи, чтобы всё-таки иметь более полную картину, да, и понимать. Ну, вот да, при этих редких заболеваниях мы же можем сдать все эти тесты и не получить ни в одном из них отклонений, да? Конечно, конечно. Если хирургальный протектин будет нормальный уровень. И опять же, и вести его как функционального, ну, здесь-то баланс между тем, что всё-таки большинство наших детей здоровы, но есть и вот такие случаи. Так, ну, понятно. Спасибо большое вам за очень интересную беседу. У нас как будто бы есть вопросы. Может ли наследственный ангионевротический, но он не ангионевротический, да, он просто ангиоотёк, да? На самом деле это тоже устаревшее название. То есть самое старое название – это отёк квинки, ангионевротический отёк появился чуть позже, сейчас тоже уже не используется, просто ангиоотёк. Проявляться изолированные симптомы острого живота. Мне кажется, мы уже сказали, что может, да? У 10% детей изолированные симптомы острого живота и нет семейного анамнеза. То есть даже никто в семье не может сказать, что у меня тоже так было. Поэтому, да, такое может вполне быть. А 50% атак у всех пациентов с наследственным ангиоотёком проходит без отёков. То есть это чисто приступ острой боли в животе. Но всё равно он у себя, скорее всего, если ему прицельно задать вопрос, может вспомнить, что у него что-то где-то когда-то отекало. А что отекает чаще всего? Губы, руки, ноги? Руки и ноги. Но вы знаете, сами пациенты тоже зачастую очень странно воспринимают свои симптомы про ангиоотёк, и они могут считать, что, например, это ударились и просто вот от этого. Это лимфостаз, могут они сказать. Кто-то им так сказал, что мне массаж просто надо делать. Вот этот отёк на руке, он просто как отёк? Или там ещё какая-то боль, он не менее есть? Это прежде всего отёк. Как правило, он достаточно болезненный. Раньше мы говорили о том, что при наследственном ангиоотёке они такие бледные, холодные, не чешутся. А сейчас уже мы знаем, что, в принципе, клинический ангиоотёк при наследственном ангиоотёке от других видов ангиоотёков никак не отличить. То есть они всё равно могут быть и красными, и чесаться, и горячими на ощупь. А вот вы в своей практике сами устанавливали такой диагноз? К вам приходят непонятные пациенты, а вы и такие? Ну, мне повезло. Я работала в федеральном центре, поэтому я била где-то порядка, наверное, 300-400 пациентов с наследственного ангиоотёка. Ничего себе. Но всё же стоит отдать справедливость докторам, что, как правило, это всё-таки были уже пациенты, направленные с подозрением. Так, чтобы вот просто пришёл пациент с порога, это там, ну, процентов 10, наверное, случаев. Ты такая, я знаю, что с вами. У вас не лимфостаз. Да, это не лимфостаз. Нет. Так, как заподозрить мезоденит при жалобах на боли в животе у ребёнка? Всегда ли нужна госпитализация? Я не очень понимаю, зачем. Если мы говорим об одном и том же мезоденит, это, ну, в общем, увеличение лимфатических узлов. Если при ней сделать ультразвуковое исследование, то у ребёнка... То есть, позволения узла само по себе не бывает. Для этого должна быть... Ну, обычно, да, есть причина. Госпитализация обычно не нужна, если, ну, там, это не настолько сильные боли в животе, которые позволяют заподозрить более серьёзные причины, нежели мезоденит. Потому что мезоденит, он сам пройдёт, и, собственно говоря, ничего не будет. Лапирамид не разрешён для применения у детей с острой кишечной инфекцией. У взрослых, я знаю, что применяют в любом случае противопоказания для применения лапирамид. Так, с какого возраста боли в правой подвздошной области должны настораживать на наличие аппендицита в любом возрасте? В любом возрасте. В любом, да. То есть, боль, она может быть любого характера, а может быть, потому что там действительно воспалился аппендикс, а может быть, потому что там болезнь крона, а может быть, потому что просто спазм в этом отделе кишки, что чаще всего бывает. Вот. В правой подвздошной области могут там много ещё чего находиться, да, если мы говорим о женщинах в первую очередь. Поэтому боль, она всегда должна настораживать, но если мы не видим каких-то других тревожных симптомов, там, напряжение живота, повышение температуры, изменение характера стула, то, ну, в общем, тут нужен комплексный подход всегда. Конечно, но аппендицит – это не то, что там с пяти лет аппендицит, а до этого нет. То есть, в принципе, в любом возрасте. В любом возрасте аппендицит. А вот у младенца может быть? Ну, у младенца, насколько я знаю, нет. Но у младенца не пожалуется. У младенцев может быть инвагинация, что как такое наиболее частая причина острого живота. То есть это тоже будет, ну, в общем-то, в основном проявляется тем, что чаще всего делает младенец, это плач. Очень сильный, да, не останавливающийся такой плач. В далеко зашедших случаях это вот стул видит, там, малиновый или смородиного желе, то есть такая кровь со слезью. Вот, но, то есть вот это может быть. Аппендицит – это всё-таки обычно более жёстко. Используете ли вы в своей практике тримедат у детей при функциональных болях в животе или какие спазмолитики используете? На ножпу часто рвота? Ну, ножпу, я, так как ножпа, на самом деле, запрещена для приёма, если в детском возрасте, там до 6, по-моему, лет по инструкции по этому, да или даже до 12. А какие спазмолитики можно детям? Ну, то есть тоже зависит от возраста. Бускап, так, я забыла торговые эти. Мен-ан-э, я забыла. В общем, бускапан и диспаталин можно в детском возрасте. И, собственно, стараемся использовать их, если возраст позволяет. Тримедат… Противоречивые данные у меня есть. Кто-то его использует, я нет. Вы не используете. Значит, бускапан или диспаталин? Ну, нет, да. Некоторые коллеги назначают. То есть тут я тоже… Не хочу сказать, что это прям какое-то очень плохое назначение. А вообще, спазмолитики детям помогают? Потому что взрослым они как-то вот уже не очень… По данным, многих исследований нет. То есть нет особой эффективности у всех этих препаратов. Но здесь открытый вопрос тоже помогает, не помогает. Если это функциональный. Ну, красные флаги мы перечисляли, да? Еще раз. Можно. Давайте. То есть то, что касается системной, это нарушение прибавок роста веса, задержка пубертата, лихорадки, ну, немотивированные, да, назовем их, могут быть боли в суставах. То, что касается живота, это длительная диарея такая, более трех эпизодов в день считается. Да, наличие крови в стуле, в рвоте, черный стул Милена, да, как признак. Рвота, наверное, тоже является. Да, да, да. Частые рвоты, ночные эпизоды, ночные эпизоды диареи, ночные эпизоды боли, нарушение глотания, то есть боли при глотании, невозможность проглотить тоже нас настораживает, естественно. В каких случаях ребенку назначается радикационная терапия? Ну, мы сейчас уже сказали, что это наличие язв и анемии, которые не поддаются лечению. Не поддаются лечению препаратами железа. Так, как отличить абдоминальный отек от просто боли в животе? На самом деле, во-первых, надо понимать, что все-таки абдоминальные атаки, как правило, это достаточно выраженная боль, хотя иногда, в принципе, может быть просто как дискомфорт проходить, но все же это чаще выраженная боль. То есть это нестерпимая, страшнейшая, как вы сказали, как природа. И, соответственно, это не может пройти, вот как Елена Сергеевна сказала, обнять ребеночка просто. То есть буквально люди говорят, что дышать больно. Вот так это описывают пациенты. И она очень длительная, да? Это где-то три дня. Я поняла, по несколько дней. Да, хотя у детей, как правило, все же бывает короче. Ну, во-первых, это по данным УЗИ большое количество свободной жидкости в брюшной полости. И тут еще надо понимать, что если есть хоть какое-то сомнение, а не может ли быть это наследственный ангиотек, тут лучше перебдеть, чем недобдеть, и лучше сдать эти анализы. Пусть они будут отрицательные, это не безумно дорого, и вот можно сделать бесплатно по программе, чем пропустить это заболевание. То есть если закралось подозрение, лучше эти анализы сдать. А назовите нам, пожалуйста, еще раз, вот сейчас все нас прослушали, услышали, что есть такие заболевания. Куда конкретно вот эти два центра, как они называются, как направить туда пациентов, если есть подозрения? Значит, какие у нас есть центры? Это из государственных, это ФНКЦ имени Дмитрия Рогачева, это детская клиника, РДКБ детская клиника, и для взрослых это Институт иммунологии ФМБА России, ну и плюс клиника Рассвет позиционирует себя как центр, который занимается редкими заболеваниями, ну и к нам тоже можно направить, то есть мы повышаем осведомленность докторов, о этих заболеваниях все знают, как обследовать, то есть если сложно записаться в государственный центр, то вполне можно прийти в частную клинику. Понятно. Так, и что у нас, как реагировать, если на УЗИ пищевода есть гастроэзофагиальный рефлюкс первой степени, а ребенок кашляет длительно направленным ногом, что ли, да? Да. Для этого вам надо посмотреть нашу предыдущую программу с Лухаметовой Евгенией Маратовной, там мы с ней вот прям детально обсуждали роль УЗИ в диагностике гастроэзофагиального рефлюкса, и все остальное. Может, это целая тема для обсуждения? Да, да, да. Ну, я не успела, к сожалению, посмотреть предыдущую передачу, но что касается кашля, то именно в детском возрасте считается, что только наличие сопутствующих жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта нас направляет в сторону обследования и лечения ГЭР. То есть если у взрослых мы знаем, что это одна из частых причин кашля, мы подозреваем, что у детей... Дети не могут, конечно. ...то у детей, ну, они, собственно, могут, но это не настолько... Это крайне редко. Не настолько часто, да, не настолько вот прямо такая однозначная связь. То есть считается, что нам нужно помимо кашля еще симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому здесь мы вряд ли будем вот это все... Так, почему у ребенка отрыжка сразу после питья и вообще отрыжка очень часто и связана с едой, как обследовать? Ну, я, конечно, не детский доктор, но мне кажется, что отрыжка – это вообще не симптом, по поводу которого надо заниматься обследованием. Отрыжка – это нормальная реакция организма, желудок так избавляется от избытка воздуха заглоченного. У вас как-то... На самом деле, да. Ну, если... То есть если это маленький ребенок, то, конечно, потому что мы знаем физиологические особенности, у более старших детей обычно спрашивают, это как бы вы специально делаете эту отрыжку, чтобы вот избавиться как раз вот. И тогда это нормально. Если же это прям непроизвольная отрыжка и плюс еще жалобы на боли в животе, еще какие-то симптомы, то все-таки здесь можно уже пойти в более углубленное обследование. Но не при наличии только одной отрыжки, естественно. Нужны дополнительные симптомы. Неправильно сформулировала вопрос. Как при поступлении ребенка с диагнозом вот этот отек, да, наследственный ангелотек, различить абдоминальный отек от других причин острого живота? Это очень большая проблема. Действительно так. У меня была, например, девочка, которая на ногах пережила разрыв кисты яичника, просто потому что она думала, что это очередная ее атака. А доктора при поступлении в клинике, ну, уже в больницу, когда был большой объем крови в животе, они говорили, ну, как вы могли этого всего не почувствовать? Она говорит, я просто настолько к этому всему привыкла, к ощущению жидкости в брюшной полости и к болям в животе, что там не думала, что что-то происходит. А обычно мы говорим пациентам следующее, что, во-первых, инструкция для пациентов, что если у вас возник вот этот острый приступ болей в животе, вы использовали препарат для купирования, и он не помог, значит, мы собираемся и ездим со второй дозой препарата в больницу. Вот, если и вторая доза препарата не помогает, это уже очень серьезный вопрос, что не может ли быть это острое животное. Конечно, надо понимать, что у них точно так же может быть аппендицит и все что угодно. Дальше мы рекомендуем проведение УЗИ органов брюшной полости. Наличие свободной жидкости в брюшной полости практически всегда есть при абдоминальной атаке и может говорить о том, что это все-таки именно одна. Ну и дальше, соответственно, все-таки... Ну и при острых хирургической патологии, конечно, тоже жидкость брюшной полости может быть. Да, но, скажем так, тут уже, конечно, одно из основных – это препарат должен сработать. То есть если это... Препарат, которым... Да, специализированный препарат должен сработать. Ну и, конечно, в некотором смысле, может быть, наблюдение. Действительно, иногда бывает очень... То есть я не буду обманывать, бывает такого вот прям вот какой-то волшебной палочки, чтобы сказать, а это атака, а это там приступ острой боли в животе. Это настоящий аппендицит у нас, к сожалению, нет. И иногда, к сожалению, все-таки приходится какую-то лапароскопию, например, делать. И самая большая сложность – это беременные. Вот, потому что там уже у нас, соответственно, еще сложнее. Вот. То есть как отличить у женщины абдоминальную атаку, просто приступ болей в животе. То есть это прям действительно беременность наследственного ангиотека. Могут заставить крепко задуматься. Понятно. Ну, в общем, тема сложная, неоднозначная. Но, по крайней мере, мы постарались какую-то информированность и такую начальную информацию об этих заболеваниях до врачей донести. И, может быть, в нашей передаче будем надеяться, может быть, мы облегчим кому-то жизнь, а, может быть, спасем ее. Поэтому, уважаемые коллеги, большое вам спасибо за внимание, за то, что вы интересуетесь. Вам, уважаемые эксперты, большое спасибо, что нашли время прийти и рассказать о таких интересных заболеваниях. Вот. Что-то скажете на прощание? Да, я еще раз хочу поблагодарить. Я хочу всегда сказать, что я прям очень радуюсь, когда рассказываю смежным специалистам. И я всегда считаю, что если хотя бы один пациент после такой передачи будет найден, значит, мы все делаем правильно, все делаем не зря. И спасибо, что дали возможность рассказать. Спасибо. Спасибо. Все, попрощаемся. До свидания. Будьте здоровы.